Турция Ударный вертолет Т-129 Атак Турецких Вооруженных Сил, Техника Армии, Тай, Агусто-Уисланд Т-129 Атак является двухмоторный, тандем-место, многоцелевые, всепогодный ударный вертолет на основе Агусто-А-129 Мангустоплатформы Т-129 был разработан Туркиша и Распачи Индустриас, Тай, вместе с партнером Агусто-Уисланд. Вертолет предназначен для сложных задач атаки и разведки в жарких и высоких условиях и в сложных географических условиях как днем, так и ночью. Программа Атак была начата с целью удовлетворения потребностей турецких вооруженных сил в боевом и тактическом разведывательном вертолете. Т-129 является результатом интеграции разработанной в Турции авионики, модификации планера и систем вооружения на планера Густа-Уисланд Т-129 с модернизированными двигателями, трансмиссией и лопастями несущего винта. Он используется турецкой армией и предлагается другим службам. Т-129 Атак также используется турецкой жандармерией. Истоки программы Атак была начата для удовлетворения потребностей турецких вооруженных сил в боевом и тактическом разведывательном вертолете. 30 марта 2007 года Турция объявила, что она решила вести переговоры с Агуста-Уисланд о совместной разработке и производстве 51-40 вариантами ударного вертолета на базе Агуста-А-129 «Мангуста». Он будет собираться в Турции компанией «Туркиша» и «Распачи Индустриас», «Тай», как Т-129. 7 сентября 2007 года был подписан контракт на 1,2 миллиарда долларов. 22 июня 2008 года соглашение между Тусас-Айраспач и Индустриас, Тай, и Агуста-Уисланд официально вступило в силу. В соответствии с соглашением, Тай разработает собственный компьютер для полетов, авионику, систему вооружения, комплекты самозащиты и системы индикации на шлеме. Тусас-Айингини Индустриас, Тей, будет производить двигатель Ильтечи СТС-804Н по лицензии. Согласно соглашению, Турция имеет все права на маркетинг и интеллектуальную собственность для платформы Т-129. Турция также может экспортировать платформу в третьи страны, за исключением Италии и Великобритании. Тем не менее, Ильтечи СТС-804Н для Т-129 дает Соединенным Штатам право вета на любые предполагаемые экспортные продажи, и поэтому Турция разработала свой собственный силовая установка ТИИ ТС-1400. Летные испытания ТАИ Т-129-1001 на выставке в Фарнборо 2014-28 сентября 2009 года состоялся первый полет Т-129, когда прототип П-1 пролетел на объектах Агуста Уисланд в Верджате, Италия. 19 марта 2010 года первый прототип Т-129 П-1 провел испытания на большой высоте в районе Вербании, Италия, после завершения нескольких успешных испытательных полетов. Во время испытания в режиме зависания Т-129 П-1 потерял хвостовой винт на высоте 15 тысяч футов. Летчик-испытатель Кассиоли восстановил достаточно контроля, чтобы уклониться от жилого района, прежде чем разбиться, экипаж избежал серьезных травм. 17 августа 2011 года ТАИ объявила о первом успешном полете прототипа Т-129 П-6, первого из трех прототипов, собираемых в Турции. В 2013 году в СМИ утверждалось, что первая партия вертолетов, поставленная турецкой армией для испытаний, не соответствовала требованиям контракта, в частности, с точки зрения вибрации, балансировки, веса. У Т-129 был тяжелый нос. Чтобы решить эту проблему, к хвостовой части было добавлено 137 килограммов, в результате чего общий вес превысил указанные требования. Более высокий вес может снизить рабочий потолок Т-129, что погубно сказывается на работе в жарких и высоких условиях, например, в юго-восточной Анатолии. Подсекретариат оборонной промышленности внесет соответствующее изменение в контракт. Эксперты ожидают снижения веса по мере продолжения разработки. В августе 2015 года ТАИ официально поставила партию первых девяти вертолетов Т-129А к сухопутным войскам Турции после завершения квалификационных испытаний. Авельсон разработала систему симулятора для Т-129А и представила ее на Международной выставке оборонной промышленности. ИДЕВ-2017 В мае 2014 года турецкая армия официально приняла на вооружение первые девять Т-129. Эти первоначальные винтокрылые летательные аппараты относились к менее усовершенствованному промежуточному варианту А модели ЭД, предназначенному для замены некоторых устаревших А-1, которые использовались до введения в эксплуатацию более совершенного варианта Т-129В. 40. 25 апреля 2015 года пара Т-129 впервые использовалась в бою в ходе контртеррористической операции в турецкой провинции Сиирт. Поставка последних Т-129 в соответствии со стандартом ЭД состоялась 31 июля 2015 года. 10 февраля 2018 года во время турецкой военной операции в Африне в районе Кирихан провинции Хатэй был сбит Т-129. Турецкая армия огнем курских зенитных отрядов ФИПК. Позже это подтвердили турецкие вооруженные силы и президент Эрдоган. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...